А знаете ли вы, что такое диадема? Как гласит история, это головное украшение в виде венца из драгоценных металлов и камней известно с глубокой древности. Ее прообразом стали головные повязки, которые носили в качестве знака отличия древнегреческие жрецы. Вслед за ними эту традицию переняли жрецы Древнего Рима и еврейские первосвященники. Поэтому изначально диадема выступала в качестве мужского статусного украшения. Золотые диадемы, как символ власти, носили римские императоры со времен Диоклетиана. В Египте и в Персии они были обязательными атрибутами фараонов и царей. Древние кельты в качестве диадемы использовали тонкую полуовальную золотую пластину. Одно из самых древних украшений, известных сегодня, – диадема царя цивилизации Инда, датируемая 3000 годом до н.э. Другим ее прообразом стал лавровый венок, который в античном мире считался символом славы и триумфа. Им короновали воинов и победителей спортивных состязаний и олимпиад. С III века в Европе диадемы полностью трансформировались в короны, как символ земной власти и предназначались только для монарших особ. Большую популярность в обществе они приобрели в конце XVIII века, когда в европейские страны пришла мода на ампир и античность. Став главным женским атрибутом среди аристократии, они изготавливались из драгоценных металлов и камней. В настоящее время диадемы тех времен носят представители старых аристократических и правящих домов Европы. Они передаются по наследству или считаются имуществом короны. Также диадема сегодня является аксессуаром невесты и победительницей конкурсов красоты. В переводе с греческого это слово означает закрепить или обвязать.